привет мой добрый зритель вышла к тебе чтоб ты меня не потерял я вернулась поезд примчался ночью глубокой пока туда-сюда там уж под утро и я что-то сегодня еле раскачалась кроме того дел было очень много у меня сейчас вот пойди туда сделай это сходи то как-то дни вот так вот летят поэтому пожалуйста извиняй что нет упорядоченных утром выходящих видео я очень бы хотела чтобы так было но не всегда и все зависит от меня поэтому если какое-то время я буду очень недисциплинированным товарищем извиняй я потом все компенсирую поверь причина у меня очень уважительно очень уважительно все расскажу чуть позже немножко позже сейчас что сказать стою мамином платочки вот таком беленьком теплый теплый колючий колючий но он поменьше размером чем вот недавно я стояла как вы говорите как бояр не королевшина то он поменьше вот но сейчас никакой платок не спасет я еще немножко в себя не пришла как-то мысли в разные стороны дело задач точнее чуть больше чем я не расторопная кто-то так сразу может две задачи решать до в единицу времени нет я вот только вот последовательно хотя была когда-то молодая и могла удерживать в голове очень много задач так хоть так хорошо что кричит так вязание брала ли с собой вязание брала вязала я не вязала я взяла рыженький серенький кусочек самые тонкие спицы всякого подмота что там резинку ковыря отмечала и поняла что я не довяжу двойка я не довяжу я приносит это в поезде туда ковыряла а там тоже ночь спать отсюда день но как-то он такой был пасмурный и не очень все видно а сосед мой это самое не очень свет любил но как-то так понял что даже днем спать не будем и я в общем спустить успела вязать там говорила ничего я не связала за руку вот так если рассказать здесь у меня здесь у меня все вяжется вот такие пироги ведь сколько рукав кому сказать рукав вяжется ничего я нового не начинаю мне нужно закончить старое старое начатое было наверно столько да теперь вот столько рукам представляете какие темпы какие темпы у меня вот пусть пусть так отдых от вязание тоже нужен просто если сейчас что-то начну я вряд ли закончу как-то у меня все это сейчас внимание не сфокусировано на вязание когда захочешь повязать обязательно хочется да просто нет на это время вот пожалуйста колупая тем более лицевая гладь без расчетов я решил рукава совершенно так прямыми вязать но может быть сделаю я убавочку посредине ближе к завершение рукава не знаю так вопрос помню только один и сейчас все таки я его утром заскринила а если сейчас за это время еще какие-то набежали да я пойду и посмотрю татьяна вы замечательная свекровь как стать замечательной свекрови научите девчата я понимаю что от души спасибо вам за все комплименты все добрые слова я выпускал микроролики на дзен и выпустил статью просто поезде лежу и написала так здорово как-то вот прям было на волне воспоминаний коротенькой замечательной встречи спасибо огромное на добром слове что касается этого вопроса я понимаю он задан на душе у меня стаж свекровен очень маленький август сентябрь октябрь третий месяц еще трех месяцев нет и не знаю что считает наверное надо спросить был сначала хорошая если кровь да если тогда хорошим но я так тоже думаю что неплохая никаких у меня особых то вот правил секретов еще чего-то нет нет правил есть секретов нет правило есть это не совать свой нос куда не следует не учить жить не задавайте из отличных вопросов это есть в общем-то не думать что наше поколение на все узнает лучше и мудрее и вот это в наше время да или вот это надо было вот некоторые никого не хочу обидеть да это к маленькому маленькому проценту зритель 1 вот надо было так вот если бы я это надо было включала все уже можно было даже эти три месяца в пухах прах рассориться кому это нужно кому-то нужно я очень хочу сохранять доверительные отношения насколько это возможно понятно что не все мы все-таки это свой мирок своя жизнь то есть не совать нос и не учить жизни мне я других правил не знаю других правил не знаю начиная со свадьбы сколько раз я могла бы сказать а почему надо ли было ли вот так вот ну когда я имею эти вещи я сама кому надо надо вязать так надо как это там не будет выкупа как это не будет там то вот этот маму нас его не будет вот этих конкурсов каких-то там вытащи спичку из яблока скажи комплимент какие-то там яйцо из одной штанина другую перекатать вас как ни конкурс ничего я как это классика жанра надо вот с этого начать этим закончить и я знаю что многие так сказать неуверенно приди и наслаждайся свадьбы я приехала и наслаждал очень много нетрадиционно но какая когда кто хочет традиционную свадьбу до он сделать традиционно если они хотят нетрадиционную свою значит у них вот такая ступень ступень выше ступень ниже это никто не узнает это их желание и я со своими надо могла на свадьбу же столько раз суммы свой нос куда не надо гениально вообще фраза а зачем такая мудрая и умная все учить буду дети во многом мудрее нас и я конечно может быть каким-то пунктом сделала бы иначе как хотя я не представляю по каким я на свадьбе это просто душевнейшие свои вообще но чисто теоретически когда они говорили ой надо вот это тут опять коммуна а вы решили так мама это не то что говори что встаешь с конвертом это прозрачный на конвертах начали после церемонии потом вообще застала за столами уже не будет это как это надо стать конвертом трясти за то сказать то сговорить сколько угодно но какой-то прозрачный ящик красиво сталенький значит это самом начале правильно пока все трезвы хотя там до конца свадьбы я к чему говорит начиная со свадьбы да вот приезжают в гости пусть на немножко каким оплантом на еще раз что мы хотим этот шопинг какой еще шопинг деньги тратить мы что москве не могли шопинг саранской приехали шопинг сидите дома спите побольше давайте там ужинать еще что-то запланировал шопингом и так там кофт сто пятьсот брюк сто пятьсот вы еще там шопинг сижу сама бы наверное прям вот закипела если вы там что-то мне кто-то зачем куда а надо ли подумайте и надо вам это я не знаю других секретов я не знаю других секретов не свой свой нос не задавай лишних вопросов и не учи жить все все если они сами о чем-то спросят мама да то 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 так то так то там я да я скажу понравится у нас очень честное отношение очень честно это не всегда льстить это не всегда там говорить нравится нравится не нравится это уже мне не нравится это не повод им обидеться на что-то это подного спросили я ответил это здорово выстроить вот именно честное отношение меня подруга говорит когда что-то купить Вот что, это вот скажет, все по Богу. Это не значит, что я там в пух и прах. Нет. Ну хорошо, хорошо, это я опять только свое мнение. Но если что-то как-то, я вот все это проанализирую, то-то-то-то-то-то-то. Поэтому, говорит, это лезть, это вообще... Вот, говорит, сходи, Кирмешкин. Вот уж скажет, так скажет. Поэтому, когда меня спрашивают, я говорю, как есть. Но пока меня не спрашивают, абсолютно никуда не лезут. Пока других секретов я не знаю. Я не знаю. Помалкивай, наблюдая, наслаждайся. Каких-то там ругань и ссор при мне не было. И, надеюсь, ума хватит и не быть. Но я сразу сказала Толюшке, если что, а даже разбираться не буду, кто прав, кто знает, вот, допустим, поссорились, еще что-то. Сразу автоматически выбираю сторону Лизы. Сразу. Я ему это сказала. Он поулыбался. Я говорю, что поулыбается. Дело в том, что мама Лизы, моя умница, мудрая, сваршушка, она сказала то же самое в отношении Толи. А почему? Потому что человек... Ну, как сказать, чужой, может быть, это... Мы-то со своей сколько уже лет вместе, да? В чужой, в плане новой, вот, правильно сказать, новый человек пришел в семью. Конечно, какой-то, может, дискомфорт, и все, я сделаю все у себя возможное, чтобы было уютно и хорошо. Это прям мой долг, сделать все уютно и хорошо. И поэтому, если что, как, я автоматически встаю на сторону Лизы. То ли ты как хочешь, нас двое, ты один против. Он понял, понял. Он улыбается. Понял, понял. Чтобы человек не чувствовал себя... Ну, правильно, вот есть коллиция, да? Мама, сын. И я. Потом сами все разберетесь. Ну, а я прям буду, вот, я даже разбираться буду. Да-да-да-да-да-да-да за Лизу. Оказывается, Лизоньке тоже сам сказал мама ее. Ты как хочешь, Лиз, да? Так и так. Ну, правильно, потому что в их семью только человек, ну, мне кажется, это очень мудро. Очень мудро мы изговаривались. Они как говорят, что вы так злобались? Что я такого сказал? Да-то мы уже это слышали. С другой стороны. Правильно. Представьте, если бы мы... Это здорово, что там хватает мудрости, да? Если бы мы как-то по-другому, иначе. Если что, имею в виду. Я за сына. Грой. Кто ты такая, что там, что-то как-то. И то же самое бы, допустим, сказала мама Лиза. А тут мы уже все поддержим. Очень важна поддержка, потому что там-то поддержка всегда будет. Я могу как угодно. Но там эта кровушка, эта кровинушка, это родное. Не знаю. Не знаю. Не нужно занимать вообще чью-то сторону, честно говоря. Не нужно. Разберутся сами, если что. Но так я уже мысленно все. Я на стороне Лиза. Только потому что я человек в новой семье. А так не задавать вопросов, не совать свой нос. Я вот других пока, если что-то у меня еще будет, какие-то секретики, да? Я вам скажу. Старш у меня пока небольшой. Эти два правила работают. Пусть они работали всю жизнь. Не знаю, как что. Будучи, я закликнуть не могу. Ну, а пока вот так. Ну, стаж у меня прям крохотный. Я, если есть какие-то секреты, пишите, девчонки, у кого стаж там уже, свекрови большой. Мне кажется, курс я взяла совершенно правильный. Но покажет время, насколько он правильный. Поэтому, наверное, я веду себя так, как хотела бы, чтобы по отношению ко мне вели себя, вела себя свекрови. Кстати, она так же вела. Никогда не вмешивалась в отношения. Это самое. Нишних вопросов не задавала. Мне кажется, это правильно. Ну что ж, пойду я посмотрю, какие вопросы вы набросали за то время, пока я собиралась ролик. Только поставили штатив в звонок, только поставили штатив в клатытина, только это все. Но я вроде готова снять ролик. Огромный поток добрых слов. Очень много фотографий. Надо сейчас сесть и ответить на комментарии. Все это по полочкам. Вопросов только два. Я сейчас на них отвечу с огромным удовольствием. Татьяна, мне кажется, вы очень хорошо готовите. Ведете ли вы кулинарную книгу, где записываете рецепты от руки? И есть ли у вас какие-то особые секретики в приготовлении? Это прям для меня комплимент, честное слово. Я не знаю, из каких таких вообще видеофрагментов, видеосюжетов, догадок вы вообще решили, что я хорошо готовлю. Я когда-то, да, пока Толюшка как-то из гнезда не вылетел, ой, вся футбольная команда вообще прям приходили ко мне кушать. Я готовить любила и всё. Значит, готовить, ну, временами люблю, временами не люблю. Кулинарную книгу не веду. Я столько раз её покупала, куплю прям книгу, одну даже не распаковала, подарила, прям подружка пришла, ой, какая классная, какая стопка блиновая была, какой-то мёд, какое-то окно с ромашками дали. Я говорю, бери. Потом, значит, я купила кулинарную книгу, почему я не стала вести её? Ну, блокнот, блокнот вот этот, не знаю. У меня просто книги как есть. Я, как ни могу, не могу вязать по описаниям, так не могу готовить по рецептам. Обязательно что ли? Как будто мне кто-то ведёт, вот так, кому-то очень здорово, а мне на творчество не хватает. Поэтому там написано столько тогда, чтобы железо-смородина получил. А я бракну столько сам. Почему не получилось? Не знаю, я не знаю почему. Поэтому книгу кулинарную не веду. У меня мама вроде начинала, у неё тетрадочка, тетрадочка одну я взяла, старенькую. Но как-то этого нет. Секреты надо завести, потому что иногда как-то это держится, держится, думаешь, ой, какой хороший там, допустим, десерт, какой хороший рецепт. Буду всегда. Я вот сижу-сижу, казалось бы, растопи шоколад. Это вот где-нибудь в ролике увидишь, неважно. А я даже видела, еду в автобусе, вот этот, там, экран, телевизор, что-то там, то-то-то, куда звонить, припожарили. И потом какая-то пауза, бонусочку. Просто взяли, нарезали банан. Казалось, шпажки взяли, вот эти столбушки банана на эти шпажки нанизали, и уже кипит на водяной бане шоколад. Хотя сейчас можно в пакетиках купить, вот кондитеры знают, можно шоколад растопить, а можно вот он просто в микроволновке подержать, и так обычно. Уже готовый шоколад в каком-то таком, вот именно, не шоколадка, а шоколадный какой-то, ну не соус уже назовешь, шоколадная помадка, не знаю. И вот там все, вот это просто взять, окунуть со всех сторон, поставить. Тоже несколько ягодок, только носики окунуть у Виктории, чтобы осталось еще не только коричневый, да, а немножко красненький, еще такой пузенький, и зелененькую вешку. Ее можно убирать, чтобы уж сразу, а кому нравится вот так вот. Это все красиво. Казалось бы, легкотня, легкотня, но почему-то десерт на столы не ставил. Я не знаю. Я так вот, надо записать, беру какой-нибудь огрызок, это может быть даже этикетка от пряжи, запишет банан в шоколаде, Виктория в шоколаде, когда все это вот так вот красиво, не такой черничкой украсить, да, кусочками киви, так вот, это тарелка огромная, где лежат и в шоколаде какие-то вещи, и без шоколада какие-то вещи. Ну все, я убираюсь, до первой уборки все вытянула. Надо, пожалуй. Или вот, например, оладьи. Понятно, мука там, яйца, кто-то маночки добавит, чтобы они пышненькие были, кто-то яблочек накрошил, тот банан того же нарежет. И как-то вот мы в качестве, ну, как в область десерта уводим. Я сама часто очень люблю с вареньцем, с митком подать, еще с чем-то. А это вот, кто-то может и делает, я не знаю, тесто, уже готовил тесто для оладьей. И у вас, например, осталась мятая картошка, или вы специально ее, парочку картошечку сварили. И вот в это тесто уже мятую картошку, да, она может быть без масла, там, без сметаны, кто с чем мнет, потому что толкушечка, она у всех своя. Просто картошку, которую помяли. И в это тесто, да, хорошо помятую, может даже быть и печь оладьи. Сразу запах, как бы хлеб с картошкой. Это такие, кто-то тут трухнет туда яичко вареное, кто-то трухнет туда зеленый лук, посолить как следует. То есть эти же оладьи, только они уводятся не в сторону десерта, а в сторону таких вот вещей. Я, например, так вот вижу их на печь, они холодные вкусные, горячие вкусные, да, горяченькие со сметанкой, например, холодные, просто взял чай, в лес пошел за грибами. И не надо никаких бутербродов резать, еще чего-то. Если ты вот такой вот новотракшил, просто ли с картошкой. Оладьи как оладьи, просто они нужны картошки. Ты кушаешь и хлеб с картошкой кушаешь, уже сак, он другой. Если зеленый лук там с яйц, это уже ленивые пирожки, на кефире такие часто готовят, а уже конкретно пирожки, а это вроде как оладьи. Можно ветчину нарезать очень тоненько. И получаются такие вещи, вот казалось бы, но они забываются, они выветриваются. Поэтому секретов нет. Я, знаете, какой секрет? Это на основе очень хорошо знакомых блюд что-то творить. Оладушки, да, оладушки, да, вот ешь, а что ты делаешь? Оладьи, а не оладьи. А там немножечко, может даже одна-две картошечки надо. Поэтому все, пьешь со сладким чайком, и ты уже просто перекусила, и дальше пошла грибы собирать. На дачу так взять. Кто-то на даче готовит, да, кто-то на даче просто приезжает и уезжает. Солнце, как тут начинает снимать, солнце выходит. То есть вот секретик немножко дорабатывать, совершенствовать хорошо знакомые блюда. Говорю, оладьи печем, печем, понимаешь, уже много получается. Да, в остатке порежь яблочко, вот оладьи с яблочком. Или накраши банан, оладушки с бананом. Вот простые, а вот с яблочком. Разве плохо? И вот так приходит какой-то, иногда по ошибке, иногда так вот эксперимент. Да, эксперимент может привести в какую-то ерунду. Что же там? Может. Но эксперимент может привести к чему-то очень хорошему. То есть вот хорошо знакомые рецепты, можно немножко варьировать. Да, есть такие рецепты, которые не шапка влево, не шапка влево, но есть, которые допускают спокойненько. Да, даже варенье с картошкой. Кто-то просто картошку помял, посолил, поперчил и всё. Это один вкус. Не говорю, что плохо, особенно если картошка хорошая, своя, если она прям классная. А кто-то туда жареный лук добавил. А кто-то туда пережарку, лук с морковкой добавил в начинку. Это уже совсем другое. Кто-то туда ветчину мелко-мелко нарезал. Вот вам уже, пожалуйста, совершенно другая начинка. У вареников. Просто вареники с картошкой. А мы так бы разнообразили. И подаём. И ещё секретик. Это вот мама была у девочки повод. Она как-то нам твердила и твердила, что вообще что мы там? Мы кашеварили то у меня, то у неё. И она могла дегустировать, тведать. Она говорит, ну-ка я тведаю. И говорит, например, может сказать, девчонки, сахарку не положили. Какой сахарок? Она нам, представим, тоже твердила. Блюдо вот на кончике чайной ложки положилось в маленькой кастрюльке сахарка. Он никому не повредит. Но блюдо приобретёт. Вот сахар, он усиливает абсолютно те вкусы, которые есть. Кто-то за чаем сахара так много, но речь идёт даже не о ложке чайной. Вот. И как она это разбирала? Я знаю, что всегда было вкусно. Как это она могла понять, положили в сахарку? Потому что он то ли есть, то ли нет. Но вот эта вот пикантность притаяет. И она, не забывайте, в любой супчик, в любой борщ, в любые щи, для того, чтобы вот уж капуста заиграла лучше. Там я не знаю, аромат жадного лука заиграла лучше. Аромат говядки, свиньи, курицы, что он там заиграл лучше. Всё уже, всё готово. Всё выключать. Чайную ложечку сахара размешали. Вот такие секреты. Но я им, когда пользуюсь, когда нет, вроде что варенье с творогом, там хочется посыпать сахар. Масля, сахар, это как бы надо. А так вот забывай. Ну, такие секретики я складываю, потому что готовила без спадов. Тот скажет, а у меня мама без всякого сахара, тоже без спадов готовила сама. Да, да. Но мы же не сравнивали всё. Просто, наверное, может быть, какой-то поварской секретик был. Я ж не знаю. У меня секретов нет. И кулинарные книжки нет. Но если вот так вот как найдёт, как найдёт, как возьмёт, воборот, желание что-то приготовить, я уж не откажусь. Я приготовлю. А книжки кулинарные, а блокнотики надо подумать. Я опять две страницы напишу и заброшу. Писать по вязанию что-то ещё, что-то вообще не моё. Хотя раньше эти блокнотики, я сижу там на лекции розу рисую, что-нибудь пишут. Написали блокнотик, это куда делось всё. Вот просто купить блокнотик, собирать их, это я люблю. А что-то писать нет. Они мне сейчас больше всего служат для фотографий, которые я тоже стала меньше делать. Второй вопрос у меня. Татьяна, чем лучше размножить замиокульку с листочком, веточкой? Ой, вы знаете, листочком, веточком. Вы имеете в виду один листочек, у замиокулькуса весь вот этот стебель и листья. Это считается листочком. Стебель, насколько я помню, это как раз картошина. А у картошины едва заметны вот эти лоски, это корни. А я-то думала, что вот он, стебель. Нет, у него такой... Я могу ошибаться, но я это видела и не раз, что лист, это прям весь стебель и куча-куча-куча-куча листиков. Всё это вот называется листок. И если вы имеете в виду, листиком или нет, всю ветку срезать, воду поставить, как вариант, да. Как вариант, да. Растёт обязательно гульбочка. Сколько будет жить вот этой... Редко с листиками один лист. Оно может пожелтеть, зато даст поросль. Если вы имеете в виду вот именно листики маленькие, которые часть листика получается, то их можно сразу получить много. Берут иногда чеплашку, не надо много земли, небольшую, и туда прям так красиво-красиво выстраивают. Я где-то показывала, я это отдала подруге, у неё погиб только один листочек мягенький. А, это была толстянка, а мы про змеокурку. Ну, то же самое. Тут толстянка пускает корни без шишечки, а у змеокуркуса будет растёт эта картошечка. И из одной ветки можно, то есть один отросток дать у нас красиво постоять, даже такой вазочке подобрать, пока бульбочка не наросла, картошка в воде. Это такой какой-то эстетический элемент. А можно столько листиков, как размножают вообще змеокуркус вот этими частью листиков, то есть отдельным листочком. Мы считаем, что это листик. Ещё раз говорю, вся ветка считается листом. И это сколько будет с этой ветки-то? Но процесс размножения змеокуркуса очень долгий, очень долгий. Можно месяца два, два с половиной вообще не заглядывать вот в эту чеплашку, куда мы эти части листика, которые нам кажется отдельным листом, поставили. Потом выдернуть один из многих-многих и посмотреть, есть ли там картошечка. Когда эта бульбочка наросла, она сначала прям, я не знаю, сантиметра горошинка она прям не дать не взять. И как только нарастёт, я помню, проводила эксперимент, можно вынимать, и ничего нет. Ну почему, не знаю. А потом бах, как тут она откуда-то берётся. И тогда уже сажать в отдельные горшочки. Земли сначала маловато, не надо много земли. Когда по отдельным горшкам это всё рассадить, ждать отросточка. Это очень долгий процесс. Наверное, лучше уж пойти, если интерес, спортивный интерес, ну подумаешь, год там я подожду всё это, да, и потом, может быть, продавать или ещё что-то размножать. То листиками здорово. И веточкой хорошо. Я не спорю. Когда он уже, цветок огромный, и ему тесно, он прям вот, горшок, его на запчасти раскладывают. Но другие цветоводы говорят, что он всё, он сразу начнёт болеть, он пока не заполнит весь горшок. Будет просто хорошо, хоть не завянет. Просто вот такой неделительная часть. Ну а если он уже, неделительная часть, и всё равно разросшийся замиокулькус, но не огромных размеров. Я видела огромных размеров замиокулькуса. Ему уже просто вот, его хотя бы на две части, то они будут огромными. Тут уже, знаете, эксперимент. Надо вот пробовать. Но через листочек, да, но это очень-очень долго. Если уж хочется замиокулькус, наверное, лучше пойти, купить какой-нибудь крепенький-крепенький, хорошенький-хорошенький, и дать ему возможность дома адаптироваться, прямо так пообтереться, и потом высаживать его уже в горшок. Так, про кресолат спрашивали, я отвечала, ращу ли я его зимой. Выращиваю, совершенно верно, выращиваю. Кресолат растёт круглый год, только зимой чуть-чуть подольше, летом чуть-чуть поменьше. И сейчас у меня зима, вот, ой, смотри, кресолат растёт. Он сначала на подоконнике, всё равно чем больше сед, тем быстрее он вырастет. Потом прям вот я денёчек-два даю ему, потому что если дольше, он начинает и цвет зелень терять. Ну, такая красивая штучка, и очень хорошо на кухне где-то поставить для красоты. Поэтому он у меня растёт-растёт-растёт на окне, да, а потом я прям на денёчек, на полдня куда-нибудь там поставлю, на полчик красиво смотреть. Ну, от окна далеко, и чтобы он не завял, чтобы он не потерял роскошь своей вот этой зелени, да, я буквально на днях второй, и куда-то на стол. Я все вторые блюда не важны. Котлетка эта, холодец эта, макарон по-флотски, или это пельмени, или это я очень люблю, вот, кресолат тоже, хотя привыкал долго, фу, я прям не любила его. Он очень-очень полезный. Дорогие друзья, я на этом закончу нашу встречу. Завтра ролик вряд ли выйдет тоже с утра, потому что с утра его надо всё не снять, а я заранее не сняла. Ещё раз говорю, я обязательно встану на круги своя, на рельсы правильные. Что же это такое? Просто пока у меня очень суетной ритм жизни. Не как я привыкла, такой ровненький, покладистый, когда встал тогда и в утро, ещё что-то. Это временно. Те, кто отпишутся, я пойму, совершенно прям, вот, никаких обид. Теперь полностью на лице, да. Вот. Те, кто останется со мной, этот период переживёт, да, и мы войдём в интереснейший, как мне кажется, другой контент. Ну, во всяком случае, ой, я замечаю просто. Не стройте догадок. Не пишите, не предполагайте, прям, вот, личные просьбы. Вот. Всё скоро расскажу. Нужно ещё просто время. Нужно время. Так что, огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. А они обязательно будут. Не знаю, когда, не знаю, про что, но обязательно будут. Вот, кто-то период со мной вместе пройдёт. Потом мы вообще будем чётенько всё, как и было. Вязать начнём. Заново начнём.